Чиновники Казани придумали, как за чужой счет отремонтировать городские ливневые канализации. В администрации решили ввести налог на то, что валится буквально с неба, на дождь. Все предприятия и организации обяжут платить за воду, которая стекает в городскую канализацию. Уже даже подсчитали прибыль. В год она составит почти 18 миллионов рублей. Леонид Муравьев узнал, почему для Казани любой дождь это почти стихийное бедствие. В Казани дождь не любят, наверное, больше, чем в других городах. Осадки любой силы сулят подтопление. Сейчас поводов для симпатии стало еще меньше. В столице Татарстана ввели налог на дождь. Собранные деньги, как обещают, пойдут на борьбу со стихией. О том, что систему ливневых нужно модернизировать, говорят уже давно. Во многих районах Казани ее просто нет. Там, где есть, например, эта улица Петербургская, даже после 15-минутного дождя, всегда вот такой вот потоп. Ливневки как бы есть, но они не справляются. Рядовых казанцев налог на дождь не коснется. Платить будут только предприятия и организации, расположенные в черте города. Тариф 2 рубля 8 копеек за кубометр воды. Для каждого плательщика сумма сбора будет индивидуальной, в зависимости от занимаемой площади. По утвержденной методике расчета, в зависимости от того, какой процент у него зеленой зоны, асфальта, крыши и так далее, высчитывается общая кубатура воды, сколько у него формируется за год. И, соответственно, он платит лишь за свою площадь пропорционально вот этому расчету. Забир Мусин отвечает за благоустройство одного из торговых центров. Он уже посчитал сумму ежемесячного платежа. Получилось 3 тысячи рублей. По мнению главного инженера, это немного. Главное, чтобы власти сдержали обещания, и Казань больше топить не будет. Я по городу езжу, смотрю, очень много техники, которая восстанавливает разрушенные ливневые канализации. И, ну, вот на проспекте Победы, смотрю, всегда были потопы. Вот последние ливни вроде показали, что там вода уходит вовремя. Согласно статистике, в год в ливневке Казани стекает более 9 миллионов кубических метров дождевых стоков. Соответственно, с налога на дождь ежегодно в казну будет поступать около 20 миллионов рублей. Сумма немалая, но работа предстоит серьезная. Ну, очень засоренные линии, полностью похоронены колодцы, в смысле нету колодцев, раскапываем, зрищем. Благодаря налогу на дождь ситуация сдвинется с мертвой точки, обещают в мэрии. Не сразу, а только года через два. Но такого, чтобы центр Казани превращался в Венецию, уже точно не будет. Леонид Муравьев, Руслан Гафиатуллин, Владимир Сычев, 5 канал, Казань.